Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Бовсыновский. Это видео для участников школы, для ребят, которые занимаются в группе. Но думаю, это будет интересно и новым людям, чтобы, по крайней мере, они четко будут понимать, куда идти, зачем идти, чтобы стать профессиональным разработчиком. Сейчас моя задача – довести две мысли, при этом сориентировать школу. Первый человек – опыт в языке три недели, Мурат. Второй человек – опыт в языке два года, знает несколько языков, много чего знает. Но сейчас мы занимаемся разработкой. То есть, если Мурат, парень из Казахстана, который пришел недавно, если его задача будет сейчас конкретно приобретение правильных навыков, то Сергея Сачи, там надо устранить некие проблемы, некие вещи, которые, в принципе, скорее всего, больше даже были допущены мной когда-то. Но мы сейчас это устраним. И тогда появится четкий путь от нуля до разработчика профи. То есть, давайте перейдем к делу. Вы, ребята, кто первый раз, просто смотрите, будете понимать. То есть, этим наша школа и отличается. Мы работаем 11 лет, грубо говоря, в сентябре 2020 года, будет 11 лет, как я работаю с программированием. Все 11 лет я работаю над одной задачей – как вырастить разработчика. Итак, первое, что скажу, вот сейчас сразу и добавлю. Вы знаете, как мы сделаем? Мы сделаем так. Я немножко нарисую, потому что мне, в принципе, самое главное, чтобы сейчас школа поняла, что мы будем делать. Для начала. То есть, эта статья будет, да? Да, но я вам еще... Сейчас я посмотрю. Вот здесь, в этой статье, есть видео «Ghost Page 333». В принципе, здесь есть целое видео, очень длинное, да? Которое будет говорить, вот какой подход надо уловить. Где я в целом рассказал, да? Вот как работать над материалом. Почему? Потому что это очень важно, и это надо посмотреть. Чем это будет различаться? Сейчас коротко, да, в видео. Различаться тем, что вот один работает, учится, да? Вот год проучился, кот понимает, писать не может. Второй учится вот по такой системе, о которой я рассказывал. Он пишет, кот уверенно. По сути дела, я все свел к правильным привычкам. Не буду сейчас отвлекаться, вы посмотрите. Эта статья будет в тексте, да? В любом случае, в описании видео будет ссылка на статью на этом сайте, и вы почитаете. И плюс остальные статьи. Так как я сейчас не хочу углубляться в историю, да, почему? Ну, коротко скажу так. Шесть лет, да, если считаете 2009, прибавляете шесть, это были выброшенные годы, да? Хотя я занимался программированием. Сережа Асачи пришел, вот он, считайте, мои одиннадцать лет вместил два года, да? То есть, если вы поймете, как заниматься, то, по сути дела, только вы теперь будете определять, какое время вы, значит, посвятите языку, чтобы стать профессионалом. А задача школы, вот, допустим, в семнадцатом году где-то я поставил задачу развивать профессионалов. Хотя с семнадцатого года начали ребята уже на работу устраиваться, но именно тогда. Но, по сути дела, только спустя два года, вот я работал с семнадцатого года над этим материалом. Как, что значит работал? Я сам работал, я давал задания в группе, то есть, все это была живая работа, да? И сегодня, вот, не сегодня, а с февраля 2019-го я начал уже понимать, как вырастить разработчика, да? То есть, на основании опыта многих лет, что где исправить, что где исправить. И вот тут есть еще две статьи, чтобы мне не отвлекаться, да? Подводные камни, как правильно учиться, чтобы стать программистом, и как стать профессиональным разработчиком с пояснениями. Две длинные статьи, одна о привычках, вторая, вы поймете, вот, в чем состоял вот этот подготовительный этап. На самом деле, куча вопросов. Если вы считаете, что там открыл книгу, прочитал и будете разработчиком, нифига, ребята. Здесь очень много мелочей. И вот сейчас берем два человека. Мурат из Казахстана, парень, который три недели в программировании. Где-то я повторюсь в предыдущем видео вот с этим, да? Ну, ничего страшного. И Сергей, который два года. Ну, чтобы... Теперь поехали, да? Сейчас я кое-что покажу. Я заканчиваю сайт, просто... Я год не сайт писал, сайт я, может, месяц писал новый. Но его еще дорабатывают, но, думаю, будут дорабатывать в рабочем состоянии. Надо последний блок сейчас сделать. Ну, возможно, скорее всего, вы уже увидите новый сайт. Сейчас, один сек. Сейчас, секунду. Осталось не так много. Вот за что обожаю Linux. Сейчас у меня полностью он дублируется на компьютере. Сейчас, если я SPB возьму, то это уже будет другой сайт, который... Сейчас это я установил HTCPS, но внутри с предупредением. Хотел уже разбираться, но это все вот уже локально, да? То есть полностью. Сейчас нас интересует кабинет. Так, стоп, надо мне войти. Потому что здесь... Осталось мне немножко тут заполнить, но я сейчас хочу, чтобы вы поняли, в чем будет смысл. Так, не то, не то, не то. Нажал ссылочку. Ага. Так, это опять не ту. То есть, смотрите... Ну, сейчас старую школу я не открою. Здесь действительно было очень много информации. Ну, ребят, так получилось. В 2014 году сделал сайт, потом уроки, уроки, уроки добавлял. И сейчас вот сидел, столько разбирался, что ужас, черт ногу сломит. Потом решил навести порядок. По сути дела, в новой школе все будет немножко по-другому. То есть, и все подчиняем разработке. Значит, смотрите. Будет все по разделам. По сути дела, раздел, то есть, открывает ссылка на раздел, а меню по разделу здесь. Ну, удобно. Осталось там чуть доделать. То есть, будет идти с нуля, да, конкретно все, что надо с нуля. Дальше. Второй раздел – это становление. В принципе, сейчас я потом расскажу, что я под всем этим подразумеваю. И старая школа сейчас вся сложена, вся старая школа, грубо говоря, классическая до этого, сложена в раздел становления, да, то есть, все-все курсы уже я сложил. Пришлось ручную все добавлять, потому что все эти разделы поубирал, старые сделал только один. И дальше идет раздел разработки, где мы занимаемся обучением разработки. Ну, а остальные – дополнительные меню. В принципе, все просто, все понятно, ничего лишнего. С этим разобрались. Так вот, теперь, теперь пока надо назад вернуть. Назад вернуть сайт. Вот чем хорошо Linux. Сделал сервер себе сразу. Linux обязательно только в Linux работать. Командная строка, все, что надо в Linux. Сделал сервер полностью, как на сервере. Работаешь и не дуришь себе голову. Так, все, теперь уже пока старый сайт, да. Так, стоп, сейчас сосредоточусь. Надо сейчас медленно говорить и очень продуманно. Итак, по сути дела, я сказал, что сейчас я не рассказываю обо всем. Вы прочитаете статьи и многое сами сделаете выводы. Сейчас я хочу сделать три вещи. То есть, в данном случае пришел у нас Мурат. Две недели там, ну, может больше, может меньше, но я говорю недавно, да. Мурат. И у него начало, да, становление идет. Нет, с нуля. Человек не знает языков ничего. Дальше. Есть у нас парень. Есть еще у нас становление, да. Сейчас мы поймем. Мы о нем сейчас мало будем говорить, но оно занимает основное. И есть обучение разработки. В принципе, то, зачем приходят люди в программирование. Разработки. Вот три вещи, да. Здесь сейчас у нас обучение разработки находится, кто? Сережа Асачи. Если посмотреть. Я вот сколько мы тут наработали уже с паттернами, с разными вещами. Но сейчас я буду говорить о минусах, которые должны устранить первый Мурат. То есть, Серега должен поработать над чем? И Мурат, то, чтобы не допустить в будущем провала определенного, да, к которому приходишь. Итак, смотрите. Вот я рассказывал в прошлом видео, что... Вот. Как раз он прислал домашнее задание. Отлично. То есть, ребят, первое, надо понимать. Вот основную мысль, которую я сейчас проговорю. Вот есть видеоурок. Это вот видео, которое я рекомендовал вначале. Оно есть в статье в описании. Вы поймете. Видеоурок, да, видео. Видеоурок – это первый шаг. То есть, большинство ребят в школе очень много просто посмотрели видеоурок, пошли дальше. По сути дела, это путь в никуда. Я говорил, что считайте, видеоурок – это первый шаг. Вот как спортсмен на беговой дорожке вы только встали, на старт поставили, там уперлись левой или правой ногой, к которой вам удобно отталкиваться, и вы должны сейчас рвануть. Вот посмотрели когда видео, вы получили первое представление. В данном случае это был Бурат, который... Почему я с ним начал работать? Потому что он составил план. Ведь я всегда говорю, начните с плана. Чтобы понять, как составить план, посмотрите те-те-те видео у человека представления. Если человек не составляет план, я с ним никогда не работаю. То есть, ну, у каждого свое. Кто-то там смотрит в группе, просто у него мало времени. А ребят, которые составляют план, я работаю, я знаю, что те, у кого мало времени, меньше, число выделяют, они все равно это все прочитают и возьмут в оборот. Вот почему важна группа. Поэтому первая задача в школе – это быть в группе. Но у кого получается работать в группе, это очень круто. Допустим, вот как у Игоря Лисицына. Он, у Игоря Лисицына, у него хватает работы, он чиновник. Ну, молодец, он столько вот упорно занимается уже несколько лет. Вот все-таки, когда чиновник еще занимается, кроме этого, свое свободное время многими вещами, которые нужно понимание, то есть очень, конечно, классно. Теперь, смотрите так. Что мы обсуждали? То есть, вот, допустим, посмотрел Мурат видео по строкам, выложил там ссылки, там куча файлов было. Ну, сейчас не буду искать, в том видео посмотрите. Здесь не в этом главное. Главное сейчас в другом поймете. Сейчас, секунду. Где я ему указал ошибки. Я ему сказал, что сам курс, который вот вы просмотрели в 18 уроках в Мурат, это всего лишь первичное знание, после которого идет начало движения. Но я как понял, что если человек проделал эти 18 уроков по строкам, пошел дальше, я даю гарантию, ребят, что когда встречается с Джанго, другими библиотеками, человек не знает, что делать о строках. Почему? Это сразу я получил доказательство. Какое? По домашнему заданию Мурата, по первому, да, по первому, которым он пишет. Строковые литералы, это неизменяемая управляющая последовательность, это все верно, но верно для меня. Почему? Потому что я, который человек 11 лет программирует, для меня сейчас доля секунды слова последовательность разложилось уже на тысячи осколков. То есть для меня последовательность – это излечение по срезам, это значит, если есть последовательность, значит, есть первый, второй, третий, пятый, десятый, значит, я могу поставить элемент, применить методы в начало, в конец. Это значит, что для меня последовательность, что я могу применять абсолютно любые символы, что я могу применять регулярные выражения. и вот это вот сухое выражение говорит о том, что он тупо прочитал книги и, грубо говоря, знаний по строкам, кроме того, что они заключаются в кавычке и когда я увидел вот этот пример, допустим, да, то сразу, конечно же, я никого не ругаю я просто сказал, это очень плохой пример почему? вот об этом во второй части видео вот эта задача Сережи будет, да, вот это устранить потому что можно было сказать совершенно просто, да, что строки, по сути дела, это неизменяемые объекты для того, чтобы работать с объектами, надо создать копию, все, и показать этот фрагмент но зачем было показывать, допустим, те же извлечения по срезам, то есть путать, да первое, что надо всегда учиться, и то, что мы в второй части видео, ради чего, да, ребята что есть код, и есть четкая задача код должен выполнять только то, что ему предстоит а пока это просто запомните запомните себе и все потом я что сделал я, вот принцип школы, да, второй то есть человек просмотрел видео и если он выполнил домашнее задание то есть идет следующий шаг это домашнее задание давайте вот тут вот так вот будем писать, так удобнее как я сказал, что, учитывая, что я занимаюсь обучением уже много лет то я сразу по домашнему заданию увидел, что человек ничего не понимает, кроме какого-то общего понимания значит, что это значит? это значит, что, вы прочитаете статьи, что строки он не знает, что применять их толком не сможет и на выходе ребят, давайте сразу нарисуем еще одну схему чтобы вы поняли вот, что я представляю вот я вам показывал новый сайт школы, который будет где есть три этапа вот оно с нуля становление обучения вот смотрите все очень просто, ребят но, видите, все это просто пришло через 11 лет грубо говоря, иногда между какими-то вещами до нескольких лет проходило а на самом деле, те статьи, которые я дал сейчас, то их легко тут найти и там, а так будете по ссылкам потому что там немножко по-другому они будут расположены на новом сайте подводные камни стать профессиональным разработчиком все статьи, которые помогут ответить на тысячи вопросов да, где вы сможете принять очень правильные решения на основе опыта так вот, смотрите если сейчас берем строка, да, недалеко и так любой тип данных почему вот Мурас сделал правильно я ему дал определенное видео сказал состав план там в том видео я показывал вы посмотрите человек в первый пункт плане вписал сначала надо изучить типы данных он был прав но у него было у него было обратите внимание правильно он новичок у него было сколько сколько пока мало да, Мурас составил там три строки ну я добавил к его плану еще пару сотен строк то есть по крайней мере что сделал из этого Мурас то есть он сделал шаг составил план и тогда я в принципе могу помочь но, ребят, смотрите индивидуального обучения в школе нет если бы оно было оно бы стоило оно планировалось но у меня тупо нет времени у меня несколько школ у меня семья и я велосипед купил я хочу еще и покататься и на рыбалку сходить ребят, ну, понимаете, да поэтому если бы это индивидуальное обучение оно стоило 30 тысяч в месяц но так человек заплатил небольшие деньги и работает в группе и при этом тот, кто работает получает максимум но те много ребят в школу ведь место в школе для каждого у кого-то есть раз в неделю заниматься у кого-то там два но по крайней мере он получит те сообщения в группе и сможет проработать то есть растут все да помогаете, молодцы к чему я говорил вот смотрите если мы здесь в строке сейчас просто посмотрели видео пошли дальше то у нас начинаются проблемы выявляться уже на этапе становления почему в чем это выражается здесь мы можем знаете чтобы делать это более правильно и наглядно на это надо было по-другому расположить грубо говоря по крайней мере сейчас мы можем так сделать точно мы можем сделать вот этот период вот это надо было по-другому расположить вот так да ну я сейчас это не буду делать а вот это время да считайте нижняя вот эта синяя полоска давайте оно важное время сделаем красный красный это время Проблемы уже начинаются, когда в становлении что подразумевает? С нуля, давайте я все-таки немножко по-другому, сейчас это не урок, это объяснение ребятам школы, ну и тем новым кто. Итак, с нуля, какие задачи стоят перед человеком с нуля? С нуля человек должен выучить, разобраться в типах данных и в основных конструкциях. То есть и здесь же, когда заканчивается период с нуля и начинается период становления, это четкая грань, которую я выделил за эти годы, после прохождения функций. То есть с чего начинается период становления? Прочитайте в тех статьях. С того, что там я даю рекомендации, мы прошли функции и подключаем второй язык. Ребята, помните, я вначале сказал, что 6 лет потерял? Ну, потом еще я буду приводить, читать текст, который я писал сейчас ребятам, вы тоже поймете еще. Так вот, второй язык начинается здесь, изучение, и продолжается питон. Чем наполняется само становление? Само становление наполняется довольно большим массивом материалов. Здесь первое. Если мы изучали типы данных, грубо говоря, там дальше, там if, else, некие такие очень простые конструкции, то есть, грубо говоря, вот есть курс из трех суток, мы все это проходили до начала классов. Ну, грубо говоря, чтобы что-то понимать. Я для чего это пишу видео? Потому что полностью изменен порядок работы с этим вот материалом. Дальше вы поймете. Сначала общую картину. На этапе становления мы начинаем работать, ребят, смотрите, вот с чем. Вот я всегда говорил, допустим, пока показываю по старой школе, я понимаю, что сайт другой, но все равно вы эти все материалы уйдете, потому что справки и планам планирования я уделю огромное время. Самое большое, то есть, планирование уже страдать не будет. Так. Вот смотрите, становление в школе вот начиналось в этой старой, да. Вот, допустим, глубокое выяснение функций. Я сказал, вот начали изучать второй язык. Потом, начинаете работать с функциями сразу же. То есть, если в видеоуроках вы что делали? В видеоуроках вы проходили, вот как там я рассказывал, такие и такие фузы. То здесь целых 10 страниц, где идет определенный стиль. То есть, в чем моя задача как преподавателя? Первое, сформировать правильные вопросы, да. Дальше, на основании этих вопросов вы увидите дальше, вот как мы работаем с Денисом, да, вот он дал ответ. И я вижу сразу промахи. И я формирую новые вопросы. И также рекомендую, что в данный момент надо еще изучить обязательно. Это нужно для разработки. И это уже работа ваша. Вы посмотрели уроки, но начинаете с этим работать. Здесь есть вопросы. То есть, одни просматривают, кто-то вообще. Это зависит от вас. Кроме этого, на этапе вот этого становления подключаются уже библиотеки Джанго, другие библиотеки Киви. То есть, идет рассмотрение ООП, идет знакомство более глубокое с ООП. Пока просто знакомство, не переосознавание. Почему? Потому что к этому периоду, то есть, по сути дела, самое начало ООП, абстракция там, значит, наследование, такие вещи вы уже будете знать. Но здесь наша задача, что, по сути дела, для начала просто познакомиться, да, в первую очередь познакомиться с магическими методами Python. То есть, не только. По сути дела, на этом этапе мы уделяем особое внимание разбору, как работает ООП. Если, допустим, ранее мы просто писали там конструктор init, потому что его пишут все, это было одно дело. То на этом этапе надо понимать, зачем, что, что он делает, что делает сельф и так далее. И все это уже разобрано в группе. Просто вопрос, вы это прочитаете или проделаете? Это будут совершенно разные вещи, да? Очень важную вещь забыл, сейчас придется вернуться немножко. Ну и дальше мы работаем с магическими методами. То есть, это метод, с двумя нижними подчеркиваниями, то есть, начинаем работать. По сути дела, начинается глубокое освоение ООП. Даже на этом этапе, ребята, я не жду от вас полного понимания ООП на высоком уровне. Его не может быть, не хватает составляющей конструкции. То есть, почему? Потому что вы в данном этапе с теми же магическими методами вы знакомитесь, а уже основные вещи, там, сельф, инет, то есть, здесь у вас должны отлетать уже от зубов и четко должны считывать уже не так, что добыть написали там сельф и думаем, а что ж оно делает? А у вас должно считаться это создание ссылки и так далее, и так далее, и так далее. Вот что введено, и что много лет очень сильно тормозило. Опять же, помните, я говорил вначале про статьи? Вот эта статья здесь тоже будет в описании видео. Конкретно, конкретно, я открыл уже, сейчас, секунду, это важно показать, чтобы заострить ваше внимание. Так, где с вами статьи? Чтоб вы понимали, да, один важный момент. Вот, стать профессиональным разработчиком с нуля, план с пояснениями. Это архиважно. Это то, что, вот сейчас я покажу вот в группе, как идет работа, да, это архиважно. То есть, развитие привычек. И я здесь очень хорошо видео рассказал, все эти видео есть на ютюбе, это начальные, они совершенно бесплатные. И можно понять вот этот мой стиль, да. Здесь есть. И, кстати, вот домашние задания предшествуют к следующему этапу. Кто тут? Сейчас, секундочку. Вот, разработка ВОП. Здесь видео, с которых вы очень много получите ответов на вопросы, которые, в принципе, у вас крутятся в голове. Они у всех новичков одинаковые. Так вот, ребята, смотрите, что архиважно. Почему так важна эта статья и важно это видео. Я не знаю, есть ли она в статье. Надо было бы добавить, конечно. Наверное, нет. Ну, на канал придется добавить на это, на это, на это, на это разработка. Так вот. Да, вот это видео, да, 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 да. Так вот, ребята, в чем же суть? Какие упущения? Вот смотрите, если мы работаем строкой, так, чтобы вас не запутать, себя не запутать. Потому что так, когда много, да, написано, как у меня планы, там все понятно. Ну, для меня понятно. А сейчас надо для вас разложить, чтобы было понятно. Секунду, ребят. Я возьму, выключу, переварю мысль. Не забывайте, я пишу для Мурата и Сергея, и потом зачитаю. Но понимаю, что люди будут смотреть. И хочу, чтобы вы понимали, что может тормозить. Это архиважно. И это для Мурата, в первую очередь, для других новичков, говорю. О, все, я понял, как сделать. Так вот. Ну, по становлению здесь понятно. То есть, я рассказал, уже много материал есть, и будем работать. Сюда обязательно добавляется искусственный интеллект. Не для того, чтобы там что-то умное добавить, потому что очень много задач, которые можно автоматизировать. Да, Сергей Асачий сам убедился, когда он начал работать с Пандус. Хочешь вывести большие данные, большие данные, да, там, взял, Пандус применил функцию, вот они вам и есть. Там, по городам, по странам, все это делается довольно просто, признание языка. Но здесь есть маленький фрагмент. Вернемся опять к Мурату. Сначала к Мурату. Посмотрите, мы с этого начинали. Опять повторюсь. Мурат, вот было его первое задание, с которым я понял, что он, в принципе, разобрался. Единственное, что строка это там нечто с кавычками, и что-то там происходит. Но почему это, как это происходит, где это применять, у Мурата это еще нет. А его и не должно быть человек третью неделю. Но здесь важная вещь. Мурат может пойти дальше, что он сначала и попытался сделать. И, грубо говоря, мне бегом сбросил. О, уже числа. Быстрый такой, да. А я ему говорю, Мурат, со строками надо хотя бы месяц поработать. И там еще куча вещей. Это модуль Ре пройти. Это Джейсон сейчас. Выучить они потом. Я просто знаю, что надо будет точно, да. Что бы это значило? Это значит, что если бы Мурат просто посмотрел урок, пошел бы потом делать просто эти числа, то здесь уже начались проблемы. То есть, по сути дела, при становлении, у него первое, не было бы моментального считывания строки. Не было бы, не будет, то есть, тогда методов понимания, ведения их в доках и так далее. Но здесь вот, видите, я про доки сказал. Вот сейчас я вернусь и скажу очень важную вещь. Чему посвящена была целая статья. Если на этом этапе, если на этом этапе, вот сейчас мы будем говорить при привычке, Мурат не приобретет привычки, то я уже наблюдал это тысячу раз, однозначно пройдет вот это время год, он будет код понимать, написать не будет. Это уже доказано. Надо всего лишь изменить привычки. Вы знаете, ребят, ну, видите, какой я умный. Я понял, это, наверное, году 17-18. Через сколько лет после 2009 года? Посчитайте. У вас есть возможность либо терять годы, либо все-таки поразмыслять, да, над тем, что вот этими статьями. И применить. И смотрите вы, будет как у Осадчева. Я 11 лет, он уже 2 года вместил. Я сказал, все это вы можете вместить. Настолько короткий промежуток, насколько у вас хватит времени, средоточенности и сил, чтобы это пройти правильно. Слышите меня? Услышали? Вот что я еще сейчас сделаю. Я вот этот вот лист, вот этот лист, где разработка, хотя он есть в тех статьях, но я просто отдельно вам потом тогда не забуду добавить. Разработка ВОП. Все, что вас сейчас будет интересовать, смотрите, ребят. Даже если вы будете искать, то все, что красненькое, вот это у вас будет касаться разработки. У меня все, что красненькое, я решил буду красненьким. Все, что касается разработки, важных вещей красным, да, отмечать. Все, что красненькое, это все надо посмотреть. Какие-то видео будут объяснять, какие-то просто переводить на статью. Но вот это смысл. Так вот, о чем я хочу сейчас рассказать. В одном из видео этих, да, вы посмотрите, я рассказал о привычках. И рассказал об этом хорошо. Сейчас только упомяну коротко для Мурата, да, и для ребят, которые новые в школе. Смотрите, ребят, я там рассказывал очень долго, что если вы отказались от командной строки, за этим тянется, что вы не читаете доки, вы не составляете, если вы не комментируете, вы не можете выразить мысль. То есть сейчас, Мурат, вот то, что мы с вами начали заниматься, вы формируете свое информационное поле, то есть свои отношения с языком. И вот это начало происходить на практике. Мурат пошел дальше. То есть я ему дал задание, в котором объяснил очень просто. То есть расписал. Вот это плохой пример. И расписал. Сейчас я хочу, чтобы вы о строках рассказали так. Вот заяц, маленький зверек, с длинными ушами передвигается, что он ест, какой окрас летом, какой зимой, скорость движения, спит, бегает, живет. Иными словами, чтобы это было сейчас для вас, Мурат и ребята, новички, не просто то объяснение, что АЛУЦ взял с официального сайта, что это последовательность, которая вам, скорее всего, ничем не говорит, а чтобы оно вмещало и методы, и принципы. И в принципе я получил домашнее задание, где теперь я могу судить. Но я написал сразу Мурату. Ну так, Мурат, другое дело. Молодец, молодчина. Так это уже не просто повторение курса, а размышление о строках, о конкретном объекте, который живет определенной жизнью, имеет возможность собирать образы именно ваших мыслей. Мурат должен был заметить на этом этапе, что он начинает меняться мироощущение этих строк самих, то есть этих символов, что они уже не просто для него слова, они для него действительно становятся нечто профессиональным. И сразу, так как я понимаю, что на данном этапе надо что вложить? Надо вложить регулярку. Регулярку. Почему? Потому что многие открывают там джанг, а регулярные выложения начинают что-то там пихать. А регулярные выражения надо вложить сейчас. Почему? Потому что человек с ним будет сталкиваться в любом языке на протяжении. И что надо сейчас вложить? Мурат, сейчас я вам это отправлю после этого видео. Джейсон. Именно на этом этапе. Не пугайтесь. Джейсон очень прост. Чисто осадчиваем, поможет. Там ничего сложного нету. Это то, что надо начать разбираться сначала. Чтобы знали зачем, хотите стыковать два языка через API. Так вот, допустим, чтобы Kotlin с Python был связан. Так это называется через API. А все это будет передаваться при помощи формата джейсон. Грубо говоря, очень простой формат. Но сейчас именно для вас будет задача с ним познакомиться. Сложного ничего нету, я подправлю. Так вот, когда я посмотрел задание Мурата, уже мое первоначальное, что такое символенная строка. По крайней мере, слово литералы убралось. Потому что, когда я показал, ребята, да, в курсе я сказал, это литералы. Но я сказал, для новичка, которые дни бум-бум. А ведь дальше это понимание надо менять. Если я буду рассказывать им про символенные строки, про все это, что это последовательность, новичок плюнет. А мне главное, чтобы у него был интерес. А дальше он уже немножко понял, уже начинает понимать. Допустим, открыли, ведь это тоже строка, да? То есть, по сути дела, какая задача Мурата сейчас понять, что такое строки? Что это просто последовательность символов. Не надо связывать строки, что это нечто осмысленное, это слово. Это просто важно сохранить последовательность, чтобы, допустим, в данном случае отобразовался адрес. Если будет изменена хоть одна буква, то что браузер скажет, не найдено. Это и есть вот задача прямых строк. Но этим они не ограничиваются. Просто хочу, чтобы вы это понимали, эти вещи. Ага, потерял. Ага, ладно, пусть будет. Дальше. Он начал соображать, как создать строку. Второй способ, то есть форматирование. А на форматирование, Мурат, я вам говорю, сейчас обратите особое внимание. Почему? Потому что с этим вы тоже будете сталкиваться на практике. И форматирование надо рассматривать более сложные варианты и затратить этому несколько дней. Почему? Потому что особенно вот эти вот правильно вы сделали, да? Только примеров должно быть под штук 20-30. Потому что когда начинаем работать с Жангой, там везде идет форматирование, начинаем тупить и какие-то вещи выдумывать, да? Поэтому поработаем. Но я к чему? Понимаете? Вот обратите внимание. Обратите внимание, что начинает происходить с человеком. Вот на данном этапе, вот это первое задание, оно сухое. Я такие задания называю мертвыми. То есть это задание Мурат сделал, оно забылось. Все, он не вспомнит. Этот материал был пуст. По сути дела, это задание по урокам. Но ведь повторение урока, это только, я сказал, первое. Работа начинается потом. Просто я еще раз повторяю, ребята, это важный момент в школе, который введен с 17-го года уже. Раньше я этого, скажу честно, ну не понимал. Ну, все мы растем. Так вот, видео урок это не конечный результат. Это первая точка опоры. Да, видео уроки у меня простые. По 10 урок понимают, но вы должны понять, что работать вы должны. И когда мы переходим вот к этому уроку, здесь уже Мурат работает сам. И ребята, вы сами работаете. Начинают строки оживать, потому что вы уже начинаете для себя это прогонять. По крайней мере, вот он написал здесь грамотно. Своими словами, но это правильно. Это неизменяемый объект. Было бы хорошо, Мурат, если бы вы мне написали, что такое объект. Посмотрите чисто в Википедии. Мы сталкиваемся дальше в ОП, но сейчас тоже неплохо было бы это выучить. Хотя сейчас не классом. Просто вопрос в том, зачем это сейчас. Потому что в Python все объекты. И в Kotlin все объекты. Поэтому почитайте сейчас, пожалуйста, что такое объект. Определений много. И вы над этим будете еще размышлять. Определений много. Такое люди понавидумывают, что, мама не горюй. Который состоит из разных символов, размер которого ограничен память в компьютер. Но, по крайней мере, это его понимание. И это правильно. Только здесь, знаете что? Вы упустили очень важную вещь. Это последовательность. Это слово никогда не надо упускать. Как только вы с строки списка, кортежа убрали слово последовательность, все. Этот объект убит. Ведь именно последовательность, то есть следование одним за другим, дает нам понимание, что последовательность значит первый, второй, третий. Значит, можно посчитать. Можно посчитать один, два, три. Можно добавить начало, в середину, в конец. Поэтому здесь надо изменить. Последовательность слова не выбрасываем. Иначе ломается вся картина создания. То есть вот это первые вещи. А я хочу, чтобы он уже при работе со строками знал немножко больше. Я ему сказал, отойди сейчас от Лутца. Он тебе уже не надо. Лутца тебе пригодится потом в любое время, как справочник. Я бы хотел, чтобы ты поработал с такой вещью. И что я от Мурата хочу сформировать, чтобы он знал вот эти вот вещи. Вот когда он вот эти вещи хотя бы будет представлять, и пусть знает, что ага, можно в байпе, то он это всегда быстро отыщет. Но это должно быть, как это правильно сказать, однажды увидено и быть в зоне, в зоне внимания побывать, да, и связать это с какими-то вещами, как строки, да. То есть понимаем, что на самом деле идет работа со строками намного серьезнее, намного быстро, да. А курс, пусть там много уроков целых 18-го, это только начальный. Вот тогда я говорю, поработал. Вот если так поработать, и самое важное, то есть то, что я рассказывал в том видео, а видео я еще раз повторяю, найдете в описании. То есть так как будет в описании ссылка на статью, в любом случае, на статью, и вы попадете в статью. Просто я, статья это будет, вот именно это, то, что я писал заданием сейчас, да, для Сережи. И здесь есть 331, 32, 33, сюда я только добавлю еще вот этот вот с Ютуба, и вам будет достаточно информации, чтобы сложить картинку. Так вот, самое важное, это разработчикам, то есть привычки. Вы посмотрите, но если Мурат на данном этапе не начнет формировать привычки, о которых он, кстати, хорошо составил план. Я даже, Мурат, завел отдельную рубрику программирования, у меня здесь есть, здесь. Он составил план, вот молодец, то есть описал привычки эти, какие он должен вырабатывать. Я это сбросил в группу. И о них говорил целое видео. Если эти привычки сейчас не заложить, то в становлении, да, то есть при работе с реальным библиотеками начинаются проблемы. С командной строкой не привыкли работать. Дальше нет привычки комментировать, значит не будем понимать код. Нет работы с документацией, значит не будем писать документацию, не будем понимать документацию. Опять, грубо говоря, полное «Ж». Но вот это все теперь в школе принято решение, правильно, да, формировать привычки с нуля. Да, вот именно с нуля. Вот здесь, работая со строками, начиная, дальше пойдут кортежи и так. То есть, по сути дела, это и есть быстрый путь. Почему? Потому что, изучив ту же строку, он их применяет здесь и здесь. То есть, по сути дела, тогда идет наработка. А что такое в данном случае методы? Не методы, а типы данных. Это строительные кирпичики, да. Про становление я говорил, не буду говорить. Я, в принципе, указал, потому что тут много. Там целая школа уместилась сейчас. Но основное здесь, можно сказать, следующее. Это работа с реальными библиотеками. Это уже глубокое изучение объектно-ориентированное программирование с четким вычленением элементов. То есть, что делает цель, что делает init, как работает метод супер. То есть, уже идет разбор. Это должно уже на этом этапе отлетать от и до. И это должно видеться в библиотеках. А вот то, что добавилось с 2020 года, уже вот то, что я на ютюбе показывал, вот это первые шаги, да, разработка. Вы сформируете. На самом деле, здесь тоже существует проблема. Ведь большинство курсов, если, вот понимаете, я как профессионал в обучении, то я открываю курсы, и я понимаю, что там ничего, допустим, не научат. Там берут основы, то, что я говорил вот здесь, да, но без всяких так навыков, прогнали, следующее, следующее. Вот вы станете программистом. Никем вы не станете. Вы видите, что есть определенный процесс. Так вот, этот процесс, что я понимаю под конкретно обучением разработки? Вы скажите, пожалуйста, вот вы, если идете на какие-то курсы, вы, по крайней, спросите у преподавателя. Потому что ведь как новичок? Новичок приходит, и новичку там пишут, да, там, курсы программирования, и он себе в голове уже напридумал домиков. Что он будет разработчиком. Но вопрос, ну вы, ребят, ну подождите. Вы собираетесь идти в сад, да, собирать яблоки. Скажите, пожалуйста, вы можете себе представить, как вы это будете делать? Уверен, что вы представите, возьмете корзину или ведро, и как вы кладете эти яблоки, и куда носите? Вы это будете знать. Но ситуация с программированием совершенно другая. Почему? А потому что человек, то, который новичок пришел, он то считает, ага, вот я открыл, изучил строки, да, и я там обычно все курсы, в большинстве даю что? Начальный курс, там, типы данных, там, функции, вот вы станете программистом. Да и, ребят, давайте я вам расскажу, что значит изучить начальный курс. Представьте, я вас приведу сейчас в гаражи, а, в автомастерскую, скажу, слушай, пошли, я тебе покажу набор ключей, вот ты посмотришь на ключи и станешь офигеннейшим механиком, и даже мастером, если даже ты сможешь открыть и закрыть его, то станешь мастером, сто процентов. Ребят, станешь? Да не станешь. Идти надо крутить, брать руки по локоть, откручивать, раскручивать днями, потеть, пыхтеть, и, возможно, через несколько лет станешь. То же самое и здесь, становление идет, но это не имеет отношения к разработке. Да, вы работаете с библиотеками, вы работаете с типами данных, но вопрос, задайте себе вопрос, а ведь новичок что думает? Изучу язык, стану разработчиком. Так, есть вы раз, остановите его сейчас видео, пожалуйста, очень прошу, чтобы как-то со мной потом согласиться или нет. Остановите сейчас, пожалуйста, видео, после как прослушаете вопрос. Ребят, остановите видео и задайте себе вопрос, а что такое разработка? Для меня лично. Вот что значит, как я смогу понять, что я разработчик? Остановите, сформулируйте и, пожалуйста, запишите. Вы знаете, я всегда говорил, вот есть осадчик, который делает все, вот у него получается. Есть ребята, которые не делают, вот у них тоже получается, но хуже. Почему? Потому что пропустили. А это вода. Ну, а что я там буду время терять? Так вот, остановите и сформулируйте. По крайней мере, вы тараканов сейчас выгоните с головы. Вы подумаете, на самом деле, у большинства из вас, скорее всего, понятия, а что такое разработчик, не будет. А второе, вы придумаете, скорее всего, то, что далеко не разработка. А теперь подумайте, а знаете ли вы, что делать? Потому что у меня даже есть люди на ютюбе, которые там полуха послушивают. Да, тут состав план. Ребят, план одно составить. Но ведь я формирую вопросы на основе опыта, а новичок эти вопросы никогда не знал и не знает. В этом проблема. Если бы я в 2009 году знал, как надо изучать, каким образом, какие вопросы, так я бы уже через день был умный. Чем же я занимаюсь тут целых 11 лет? Ага, в том-то и дело. Так вот, останавливаем видео и отвечаем себе на вопрос, что такое, вот что для меня значит, что я стал разработчиком. И как учиться этой разработке? Из чего она состоит, эта разработка, обучение? А я как раз пойду перекурю. Ну, это я для вас так говорю, просто тяжело мне даются эти видео, потому что очень эмоционально. Я понимаю, что это важно, и мне хочется просто зарядить вас и не расстроить. Поймите, что у нас в школе пишут все. Все это значит абсолютно все. Одни хуже, другие лучше, но сейчас, я думаю, пойдет еще круче. Ребят, ответили? Так вот, я вам отвечаю просто. Стать, быть разработчиком, это значит уметь выбрать конструкцию. Да, это просто. Но это вам ни о чем не говорит. А теперь давайте поймем, да. Я это понял в семнадцатом году, да. Это выбор конструкции. Становится, наверное, нормальный вопрос. А что же мы будем понимать по конструкции? И сейчас я вас успокою, потому что третья часть видео мы будем работать. Вот сейчас мы разобрались, что Мурат должен делать, и сейчас что Сергей. Сережа уже знает несколько языков, да. И мы с ним работаем уже в разработке, да. То есть начали работать в учении разработки. Цель разработать масштабируемое приложение. Это будет у всей школы. С серверной частью. То есть на разных языках. Со сложной логикой. Выбор конструкции. Я расскажу это простым языком, что всем будет понятно. Не переживайте. Ну, давайте представим. Сначала надо понять. Выбор конструкции, да. Это и есть разработка. Основная задача какая? Вот я давал уже задание в разработке. Вот тут видео, которое вы будете смотреть. Вы здесь уже наткнетесь. Когда мы говорили о абстрактных классах, отличие от интерфейсов, да. Вот сейчас отвлекусь. Смотрите. Отличие абстрактных классов от интерфейсов. Во всем интернете находишь, находишь. Там пол страницы. Так, ёп, ёп, твою мать. А чем же мы тогда с осачем два месяца занимались? А-а-а, оказалось не так. Но сегодня, Сергей, закрытыми глазами перечислить тебя. Вот здесь я буду применять абстрактный класс. Потому, потому, потому. Здесь я буду применять интерфейс. Потому, потому, да потому. Потому, потому, что так обсосали его со всех сторон. Вот сейчас вот это выкристаллизовалось. Посмотрите видео и поймёте, что на самом деле всё начинается опять с первых шагов. Сейчас поймёте, о чём я говорю. То есть, по сути дела, абстрактный класс. Интерфейс. Интерфейс. Ну, допустим, декоратор. Миксинг и так далее. Это конструкции. И разработка. Какая задача разработчика? Выбрать конструкцию. Да, есть паттерны. Но мы там поговорим, что они могут быть опасны. К ним надо правильно подходить. Выбор. Выбор. Задача разработчика. Выбрать вот эту конструкцию. Но, не так всё просто. На самом деле, если поставить... Ну, что я там изучу абстрактный класс? Ну, я же спрашивал, у всей школы спрашивал, ребят, чем отличается. Через два месяца добились результата. Описав тысячи строк кода. И уже я давал задание, опишите улицу Витебска. Да, давал фотографию. Всё вы там найдёте в этих видео. Да? По сути дела. Тогда пришло понимание. Одно дело я читаю, другое дело понимаю. По крайней мере, чтобы... Я показал. Теперь... Как тут правильно выстроить диалог? Монолог вам, да? Теперь смотрите, ребят. Очень важные вещи. То, что мы потом с Сергеем Асачем... Серёж, это тебя будет касаться. Смотрите. Серёжа Асачи выучил два языка. Отлично работает с классами, отрычье, работает с функциями. Но было упущено на том этапе, это то, что мы говорим, работа со слоями. Ребят, мы потом прочитаем. Сейчас я, чтобы вы меня понимали, я хочу зачитать один маленький момент, да? Что я понимаю под слоем, чтобы мы друг друга понимали. Это так Линукс обозвал, человек, который создал Линукс. По-другому я пока не придумал, но вы поймёте саму идею. Значит, смотрите. Вот я описал, что я понимаю по слоям. То есть, это конкретный кусок кода, где мы выбираем тип данных, метод, скорость выполнения, безопасность и задача, которая должна чётко выполняться. То есть, по сути дела, слой. Да, этот кусок кода может входить в большую задачу, но у каждого какого-то куска кода, который может оформить в виде функции, класса там или просто какой-то строки, да, есть определённая задача. И его всегда можно видеть в слой. И вот сейчас Серёжа будет работать над этим, потому что именно здесь проблема. И я заметил её у Серёжи, когда... Что произошло потом? То есть, вытаскивать пришлось, за уши там тащить, за ноги тащить. И он всеми руками, ногами, всеми ласты прицепил, и всё, и цепляется за этот... Вот я говорю, зубами уцепился вот за эти два. А не вытаскивается. Вы понимаете, я говорю, Сергей, меняй угол зрения. А он зубами, руками, ногами, ремнями привязался, всё, я тут, мне тут комфортно. А в чём комфорт? А потому что, смотрите, как меняется, резко меняется угол зрения. И этот угол зрения мы должны поменять. Сейчас поймёте смысл. На этапе становления, вот сейчас Мурат, да, вот смотрите, вот Мурат приводит куски кода. Это очень тонкие вещи, которые надо понимать. Вот кусок кода. Смотрите, вот есть строка, и всё делается в отношении этой строки. Да? То есть, идёт в отношении какой-то конструкции. То есть, конструкции строку не назовёшь, какого-то элемента. И в данном случае идут действия в отношении строки. И вот Серёже Асачеву, это было удобно. Он отлично работает в пределах класса, в пределах функции. Но в разработке угол зрения меняется. Смотрите, раньше он работал, вот если взять, нарисовать вот так круг, то смотрите, раньше он работал, было понятно, да, я работаю там с функцией. И что такое строка? Он смотрел вот это вот, его мир, да, был, вот это одна функция, и он смотрел внутрь, допустим, там функция, некие действия со строкой и так далее. И это просто. И я его руками тянул, ногами тянул, он привязался ремнями всеми, ногами уцепился, ногти отрастил за эти, как все деревья выбирал, и держался за это. И вот оттяни ты. Ну, слава Богу, и это было ещё не всё. Когда мы описывали абстрактные классы, интерфейсы, какие он не собирался их применять. Вот есть классы, достаточно комфортно, хорошо, и тут сижу. Сегодня, Серёж, Асачи, тебе говорю, как изменилось. А помнишь твою фразу, когда ты сказал, паттерны, да? Ну и структура кода. Офигеть! И там я тебе покажу, что вторую, не попасть, просак второй. То есть, всё, попёрло. А потому что угол зрения, ребят, смотрите, как меняется. А поменять его никто, кроме вас, не может. То есть, сейчас вот сюда. Сейчас, получается, что делает программист? Та же функция или тот же класс, но угол зрения на внешний мир. Ведь вот у нас есть определённый объект, пусть это будет завод, фабрика, пусть это будет магазин, мы его хотим оцифровать. Его надо вбить в какие-то типы данных, как-то это, но на него. И мы уже должны подчинять вот эту конструкцию, вот эту функцию, уже вот этому зданию. А это очень сложно, понимаете? Потому что вот эти два этапа, они обязательны. Ведь человек нельзя сейчас Мурату, пошли давай учиться абстрактному классу, когда он не знает, что такое строка. Он будет говорить тогда что? Говорит, ой, кавычку забыл. Ну, бывает такое, да? Но это будет неправильно. То есть строка должна считываться, если кавычка, это не кавычка, а строка, всё, для программиста. И вот здесь, когда надо поменять угол зрения, я говорю, в данном этапе, это с каждым из вас, ребят, будет происходить в той или иной мере, пока вы себе не словите мысли, за что я цепляюсь. Этот мир страшный. Но я понял, в чём тогда был недочёт. Во-первых, ещё раз говорю, прочитайте статьи. Когда сформированы вот тут навыки, о которых мы говорили, да, статьи есть в описании, вы найдёте их, да? То есть есть навыки работы с кабанной строкой, работы с доками, так и так. Есть подготовленная база, вот как мы сейчас новичка начали работать с теми же типами данных, да? То есть Мурат начал что делать, вот как мы показывали, начал строки не только по курсам, отдавать свои определения, где-то они кривоватые, где-то такие. Но вопрос – это уже понимание типа данных строка, то есть объекта строка Мурата, она ему ближе. И это понимание будет меняться, да, постоянно у него. И он с ним будет работать на протяжении всего времени. Но теперь смотрите, что получается. Когда мы начинаем изучать разработку, здесь два вещи надо сказать, два вещи, два вещи. О, как выразился, библиотеки Пандас, я напишу, я тогда вспомнил. Здесь надо два вещи. Надо, я хотел бы, чтобы вы увидели, а как это формируется, да, что на что влияет, да, чтобы понимать, а чему же мы будем должны учиться. Сейчас остановлю, надо передохнуть. Ребята, смотрите, вот я сейчас вот немножко подумал. Смотрите, это сейчас не учебный урок, но это направление пути, чтобы вы понимали, да, что надо сделать, чтобы стать программистом. Остальное идет работа в группе. В группе важно быть. Смотрите, опять на живом примере рассказываю. Итак, Сережа Асачи, да, берем. Как я ему показал угол зрения. Вы знаете, у меня это тоже случайно произошло. Когда я приносил сайт, я правил в библиотеке, и вдруг у меня есть один из любимых разработчиков Джанго, который компетентен в любой части Джанго. Таких людей единицы. Рассел Кейт Маги, да, который, ну, то есть, все, что можно написать Джанго изнутри, да, он компетентен. Поэтому является одним из президентов, да, Джанго. Но когда-то я подумал, неужели у Рассела нету молодых проектов? Потому что сам по себе Джанго очень сложен. Он написан на метаклассах, да, там все используется, конечно. Но я Сереже показал, Сереж, смотри, говорю, вот библиотека Пандас. И когда я вам показал, влез, да, нутро ее показал, и вы найдете, да, легко, то говорю, смотри, она написана на миксинах. То есть, была выбрана конструкция, хотя использую все, но основная конструкция миксины, да, то есть, есть целые фреймворки, которые, допустим, написаны на декораторах. Понимаете? То есть, идет для... Что такое обучение разработки? Учить разработки надо в первую очередь, это выбор конструкции. Но давайте по минимуму подумаем, а что надо, чтобы выбрать конструкцию, чем-то ее заполнить? То есть, получается, все вот эти знания нужны. Потом я ему сравнил Джанго, и потом показал проекты, проекты Кейта Маги, да, где его молодой команды, которая работает кроме Джанго, еще Пчелиная посуда называется проект, и, по сути дела, создал одно приложение, потом его размещаешь где угодно, там, в мобильных приложениях, на любых системах, она развивается. Но здесь код несложный, тут есть и разные, да, и когда мы, допустим, здесь их много, ну, берем там проект, так, этот я пока не смотрел, так, нам надо, нам надо ТОГа пока возьмем. Сейчас, секундочку, 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 секунду. Именно слова Рассела Кейта Маги такие, что в руках профессионала питон мощнейший язык. Ну, а что говорить? Все пользуются Инстаграм, Инстаграм серверная часть, написан на Джанго, Ютуб наш любимый, написан на Пайтон, да, то есть, далеко ходить не надо. Но когда я открыл, допустим, проект ТОГа, да, код, то, в принципе, совершенно видно, что человек очень хорошо работает в Java, да, потому что по привычке всегда Java-разработчиков также видно по каталогам, да. Здесь подходы его GC есть, да, ко многому, ко многому. Но, по сути дела, это очень важно. Сейчас не важно вам брать, я просто, вы смотрите и все. Вот формирование окна. То есть, по сути дела, когда мы начинаем смотреть, да, мы видим везде что? В первую очередь, его применение классов, и везде идут декораторы, да, то есть, как он применяет декораторы. Ребят, а теперь самая важная информация. Вы знаете, почему я раньше не начал разработку? Ведь я это понимал, да, как что делать, давно довольно. Я очень много кода сам для себя пишу, просто, возможно, он для школы будет сложен, да. Это тоже в одной из тех статей я описал, почему так. Когда появилась разработка, когда я понял, что определился с конечной точкой, что, в принципе, обучение разработки и первый шаг программиста, как разработчика именно, это выбор конструкции. Но в 17-м году я не знал тех вещей. Я размышлял так. Думаю, ну, хорошо. Я тогда, на тот момент, я только, да, люди устраивались на работу, потом, помню, Сергей первый начал писать на двух языках, а я сам себе думаю, сам себе, блин, как у него получается? Я так не могу. На самом деле, он просто тупо сосредотачивался, теперь я понимаю, что это всё легко и просто, и рассказывал много видео, да, просто надо делать. Но, для меня стоял вопрос, хорошо, а как учить разработки? Вот как, ребят, как? Взять опыт Бовсуновского, я изучаю опыт обучения, да, но надо ведь некий маяк. Если взять Луца, пустое, не потому что Луц плохой, потому что в книге, книги как составлены, в книге описан метод, да, как пишется книга обычно. Во-первых, люди хотят заработать, во-вторых, люди описывают, вот возьмите этот код, ставьте, он делает то-то, 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 но вопрос, зачем этот код там стоит? Ответа нет. А для разработчика основной вопрос, а почему я выбираю абстрактный класс? И поэтому я вам говорил, то, что в интернете отличие абстрактного класса от интерфейса, да, там полстраницы, а мы два месяца долбили, но зато теперь я сачи увидел, другие ребята, они с закрытыми глазами вам тысячу причин приведут, что вот тут я буду абстрактный класс делать. Этих конструкций не так уж много, но вы как поймете, сейчас я вот эту фразу вставлю, потом продолжу с предыдущей мысль, вы поймете, что вот это все обеспечивает, иначе опять будут пробелы, а я хочу, чтобы пробелов не было. Я сейчас вам представляю, именно профессиональную систему, если хотите, стать профессиональным разработчиком. Так вот, предыдущая мысль, дай бог памяти. Ага, вот она. Так вот, ребята, я думаю, так, мой опыт не пойдет, ведь у меня разное понимание. Сегодня одно, золото второе, мне не пойдет. Книги не пойдут, там описан метод. И тогда, когда я вспомнил и случайно наткнулся, вот начал искать проекты, я нашел Бивари, мне нравится этот человек, и я понял, так вот оно ответ. Вот готовая библиотека, вот команда Рассела Кейта Маги пишет, Пандас применяет, например, миксины, здесь применяются интерфейсы и эти, декораторы и много-много других вещей. Вот оно, вот он стиль, вот куда равняться. И это берем за начало, все остальное вырабатывается уже ваше. Но надо понимать в данном случае, что на этого человека можно равняться. так-то на него равняется на их основателем целый командор Джанго, а это профессиональнейшие продукты. И тогда у меня все стало в голове. Но если вы увидите, да, для меня считывается, и у вас должно считываться, и не цель, то есть то, что делает, тут очень простой код, но у вас со временем это будет. И Сережа это, я вижу, читает. И тогда он понял. Так вот, ребята, а теперь подумайте, когда мы выбрали конструкцию, по крайней мере, в чем проблема состоит? А в том, что в большинстве, большинства людей язык остается мертвым. Почему? Потому что, вот как я говорю, мы два месяца разбирали отличия абстрактного класса интерфейса, и, кстати, Мурат, вот эти все записи в группе, он себя пометил, проработать, вот что верно, потому что там сформированы вопросы, и он придет к этому пониманию сам, либо прочитает, либо будет делать, тогда придет, понимаете, он это вбил в план, молодец, молодец, Мурат, но теперь надо все это проработать, чтобы прийти к этому пониманию, и это был твой опыт, и ты, вот, спорил бы и доказывал, вот тут надо абстрактный класс, вот тут интерфейс, почему, потому, 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 но, ребят, а ведь это в жизни надо видеть, и это с первых шагов начали тоже, Мурат, я же задавал задание, старайтесь оцифровывать, ребят, понимаете, в чем проблема, потому что, изучая язык, вы должны вышли на улицу, что не видите, все оцифровывать, далеко, я сказал, вот, Мурат правильно записал, вот, молодец, вот это мне понравилось, молодец, не надо далеко ходить, он написал, то, что есть в комнате, то и цифровый, просто у вас будут конструкции меняться, то, что вас окружает в комнате, оцифруйте, это надо делать с первых дней, сегодня проходите строки, у вас стоит, перед вами лежат чай, кофе, сигареты, сядьте и записывайте, вы уже оцифровываете, написайте реально, что в комнате, будете проходить список, это все в список забейте, но сейчас, пусть у вас ассоциации предметов, ассоциируются с живым, почему, потому что язык сделан по подобию мозга, а не сам по себе, а у большинства программистов, которые там проходят умные курсы, для них остался мертвый язык, они знают, что такое, списки, словари, но смотрят, вот, как баран в комнату, тут стоит куча предметов, спроси его, а вот, опиши мне, как ты опишешь вот эту обстановку, и он стоит как баран, вот если бы ему сказали состав список, он бы понял, а вот взять чайник, кофеварку, газ, заключить в один список, у него мозгов не хватает, не потому, что он дурак, я тоже был в этой ситуации, а потому, что преподаватель дурак, он не сказал, есть твой раз, Ванюха, там Валюха, иди-ка к себе в комнату, и мне завтра все принеси, как ты оцифровала, и долбить, 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 не надо бояться ошибаться, ребят, все будет меняться у вас, поверьте мне, что у вас будет сейчас вырабатываться один инстинкт, который называется, извините, рогнус, ой, блядь, это инстинкт, ребят, черное слово, вы напишите код, через год посмотрите и скажете, ой, блядь, неужели это я писал, и так будет всегда, ребят, тут никуда не денешься, вы растете, растете, но сейчас, смотрите, хорошо, давайте, один еще момент, длинный уже, надо еще Сережу Осадчева рассмотреть, вопрос важный, вот смотрите, декоратор, да, мертвая, мертвая, да нифига не мертвая, вот смотрите, простой пример, что он меняет, что меняет декоратор, идите, читайте, ну сейчас я вам расскажу, а вы будете думать, идите, дочитайте в интернете, что он меняет, кто не знает, вот у вас электрочайник, или какой-то другой чайник, на газу разогреваете, вы наливаете туда чай, что вы берете, нагреваете воду, берете кружку, ложите пакет чая, заливаете водой, ложите сахар, размешиваете, пьёте чай, но бутерброды я не беру. Всё это описываете после этого задания, вы всё это вокруг описываете, понятно, Мурат, вам тоже понятно, да? Вы в строках всё, что можно, оцифруете, пишете, чтобы дурно было, Мурат, тысячи строк надо писать, чтобы дурно было, чтобы ложились спать, и вам смотрите на обои, а кто там кавычки поставил? Там сестра, мать, жена говорит вам, да нет там никаких кавычек, и вы понимаете, что вам уже мерещатся эти строки, вот так должно сейчас быть. Так вот, хорошо, добавим декоратор, кофе, кофе, тот же чайник, тот же кружка, тот же сахар, только теперь будет завариваться кофе. И что вы мне скажете, вы это не делали никогда? Делали. Вопрос в том, что вы никогда не подумали, что здесь можно применить декоратор. Тогда, пока вы не начнёте это делать, у вас язык всегда будет мёртвым. Ведь язык придумали люди, которые продолжает мозг наш, но никак не оборот. Ваша комната это один класс, или там несколько классов, и так далее. Итак, ребята, давайте дальше смотреть. По сути дела, что получается, когда мы выбрали конструкцию основную, да, себе разъяснили, почему мы будем использовать абстрактный класс, почему и где мы будем использовать миксинг, декоратор, и вот здесь я отвечу на важный вопрос. Ребят, это очень важный вопрос. Прошу перестать жевать, отвлекаться, смотреть телевизор, а просто услышать. Сейчас, пока я рассказывал, могла сформироваться такая вещь в голове. Ой, так я же собираюсь только джанго работать, а нахрена мне тогда эта разработка? И вот тут, ребята, вы, оказывается, уже чуть было, если бы не отвлеклись, не поставили жирный крест на вашей карьере. Ребят, а вы посмотрите, на самом деле, если вы даже разберётесь, как работают миксины, а я начал работать с миксинами, да, когда, ну, не буду сейчас искать, и вы такие вещи нафигарите в том джанго, в любой библиотеке, вам же никто не указывает, что делать. В документации всегда простенькие примеры, но вы, когда, допустим, разобрались с миксинами, а миксин – это примесь. Иными словами, грубо говоря, что такое миксин – это примесь. Это вы можете написать какой-то один код, одну конструкцию, добавлять в любой класс, и это будет выполняться. Ну, например, как и жизни. Вот у нас идёт, описываем там 500 свадьб во всём городе, добавляем миксин – кофе. На всех свадьбах будет кофе. И язык это выдержит, на всех свадьбах будет кофе. Это круто. Это и есть множество наследований, когда можем добавить несколько миксинов, по сути дела написали функцию, и пошла, погнала добавлять, какие действия нам добавят. То есть добавить ещё какое-то действие, которое будет выполняться. Ваши джанго-приложения или пандас-приложения будут настолько круты. А вот теперь ответьте, надо вам разработка и понимание это? Или нет? Конечно, надо. Поэтому мы с прицелом на чистую разработку, но понимаем, что вот эти понимания разработки нам в первую очередь будет подходить и для разработки на готовых библиотеках. Так вот, здесь ещё есть маленький фрагмент. Маленький фрагмент. Когда мы выбрали основную конструкцию, у нас две вещи. У нас начинается первая вещь. Первая вещь. Это методы и функции. Ну так проще здесь объяснить. Я просто не беру для новичков классы. Методы, функции, классы. Хотя надо было написать по-другому. Классы, методы, функции. Вот так правильно. Классы, да? Это то, чем мы будем заполнять. Ну а сами вот эти методы, функции и классы мы ведь будем оперировать при помощи объектов. Списка, строка и так далее. Поэтому, если здесь упущено, мы не можем оперировать. Если мы на этапе становления не разобрались с классами, то не сможем. Если мы, получается, не разобрались с конструкциями, то не можем понять для чего и как. То опять проблема. То есть, как вы понимаете, весь материал ценный. И в первую очередь, говорю, составляйте план, как это делает Мурат. Но как этого избежать? Первое, слышу, совет. Второе, составить привычки. Вот про привычки есть статья, я говорил. Вырабатывайте, и они как винты грибные вас вынесут наверх. Всегда. Потому что вы обретаете привычки. Научите работать с документацией. Все, что нужно. Все навыки приобретете. И все будет у вас правильно тогда. И вот тут обращаемся к Сереже. Вот тут есть вопрос. Вот Сереже я написал. Я просто почитаю. И смотрите. Теперь какая моя задача в школе? Связать две вещи. Мурат у нас только пришел. В принципе, он пишет свои сегодня первый код. Но есть куча заданий, которые сделала Сачи. Которые для Мурата совершенно сложные. Я Сереже говорю. Сереж, вот здесь сейчас важен один навык. Да, мы определили, какое программирование, что мы выберем. Вы, Сереж, допустим, отлично работаете. И другие ребята, которые придут с методами, с функциями, с классами. Все это и отлетает. Но у нас отсутствует один элемент, который тренировать надо отдельно. То, о чем говорил Линукс. И как раз это мы сейчас даем Сереже Асачему делать. А Сереже Асачи, когда делает, на него будут смотреть Мурат и другие. И у него, видя в группе, я почему говорю, важно быть в группе, видя этот код, Мурат будет приобретать совершенно иной угол зрения. И у него будет приходить понимание, зачем это постоянно. То есть надо вариться в коде. Теперь я прочитаю, так будет проще. Потому что это уже наш Сереже. С Сергеем переписка нет ни одного места в группе, где бы он ни делал. Сергей, вот я заметил, заметил такую вещь. Серега работает внутри объектов классно. То есть работает с методами, с функциями, с классами классно. Мы разобрались, по крайней мере, что такое абстрактные классы, интерфейсы, миксины, декораторы мы с ним. Сейчас, то есть Мурат это все сможет проделать, и я буду по этому курсу еще делать. Сейчас подряд. Но опять же в этом стиле. Видеоурок, а дальше вопросы. Но, ребят, смотрите, что у нас отсутствует. Без чего не может быть полной картины. Абсолютно верно. Мы не видим слоев кода. Помните, мы говорили, слой кода это просто код. Да, какой-то. Это я просто... Ну, так называют Linux, я не знаю, как придумать. Вот у нас есть общая программа. Смотрите. Вот идут несколько кусков кода. Ну, допустим, вот раз, два, три. При этом это тоже код. Вот это синенький, это тоже код. Но, смотрите, это может быть класс, это может быть либо функция. Это не важно. Это может быть абсолютно любая конструкция, которая здесь указана. Да, или не указана. Это либо абстрактный класс первично, либо метод, либо функция. Да. Не важно что. Но это что-то есть. При этом смотрите, что получается. Если вот это вот определено основная конструкция, вот у нас конечная программа, это код, где каждый элемент этого кода подчиняется, то вот это у нас пусть будет абстрактный класс. Ну, допустим, здесь у нас пусть будет просто класс, да, дочерний. А здесь у нас пусть будут некие просто функции отдельные, да, не в классах. Ну, они что-то будут делать. И вот, Сереж, Асачи, вот это твоя задача сейчас. И это надо сделать от и до. Задача минимум и задача максимум должна на этом этапе быть выполнена. Смотрите, мы определили основные конструкции. А дальше у нас идет заполнение. То есть идет сама функция, а сама функция уже идет работа с типами данных. Правильно? Тут мы решаем. И вот здесь начинается работа Сергея сейчас, которую должен обязательно увидеть кто. Увидит новички такие, как Мурат, чтобы обрести иное понимание. И я увидел в Сереже такой вот пробел, хотя я считаю, что это, скорее всего, мой пробел. Но тогда я немножко не понимал и где-то понадеялся, что ребята будут сами дальше заниматься. Но с другой стороны, я подумал, что навряд ли они знают. А с третьей стороны, хочется быстрее. Поэтому, по сути дела, ну, вина моя. Я не объяснил. Я потому что тогда не так понимал, пока я для себя четко не определил, как обучать разработке. Так вот. И вот тут у нас порылась собака. Понимаете? Если мы упускаем один момент со слоями, то есть, по сути дела, вот сейчас тут новички, вы смотрите на код, скорее всего, для вас это единый конгломерат. То есть, если вы на самом деле присмотритесь, то вы увидите, что код абсолютно разделен на разные участки. Да, это не явно. Но отлично можно понять, что каждый кусочек кода, допустим, вот функция app, да, то есть, само приложение что-то выводит, дальше, пошли какие-то действия, вот заголовок и так далее. То есть, каждая вещь что-то делает. Но вместе они имеют слой, это слой, который в этом слою каждая вещь что-то делает, да, он оформлен в виде файла. Но при этом оно на что-то ссылается и выполняет какую-то задачу. Допустим, там создать окно, вывести и так далее. И вот здесь я сформировал задачу, вы просто послушайте. Я немного уточню, Сергей. Смотрите, у вас с новичками очень разные задачи. Мне осталось доделать разделы, я сейчас покажу, ну, я показывал вам сайт, смысл, да, а потом перейдем к делу, остальное допилю. Но это не важно. Это тоже не важно, статьи это для участия в школы, а у вас они будут, то есть, это все, то есть, важно, вы их прочитаете. Я хочу, чтобы вы, ребята, понимали, на что ушел год. Вот, ну, вот на ту систему, которую я складывал сейчас для вас в голове, и то за час еще не расскажешь, вы понимаете, да, что надо было все показать, почему оно будет работать. Так, стиль в школе остается таким, как мы с вами отработали, то есть, урок первый шаг, почитаете эти статьи, там все описано. Потом самостоятельная работа, черное формирование вопросов, дальше добавляем привычки, правильно. Так, это я пропущу. Вот, Сергей, теперь я вас прошу посчитать внимательно вашу задачу, очень четко разделить ее задачами новичков у себя в голове. Смотрите, вы сейчас видите, что с Муратом, вы тоже видели, мы работаем, мы работаем. Как с вами ранее, ну, я имею в виду, мы с Сергеем давно работаем, но у Мурата сейчас конкретная цель. Если цель Мурата, да, вот он пришел три недели, пока он изучает типы данных, то есть, что делает Мурат? Формирует звание, знание, навыки, умеет конкретно назвать сейчас, конкретное умение пользоваться справкой, умение работать с командой строкой, все связано с типами. Пока он не идет дальше. А вот формирование задачи, выделение этих задач в слои, я написал, что по-другому пока не знаю, как сказать, это как Линукс учил, да, он так это звает. И мы с вами. Сереж, твоя задача будет сосредоточиться на решении конкретной задачи, с четкой постановкой вопросов. И здесь учитывать все нововажнейшие вещи. Давайте я просто поясню. Я Сергею дал, и вы почитаете интервью с Линуксом, почитаете, и там парень описывал, вот как на хабре, как вот он сделал 12 строк кода на C, а Линукс переписал это в 4 строчки кода, то есть ни одного лишнего действия. И вот это самое важное в разработке, вот это то, что может страдать. Когда мы не знаем, мы определили класс, написали функцию, и тут начинаем писать. И начинаем писать, скорее всего, чушь. Поэтому первое, что мы будем делать, конечно же, равняться на Кейта Рассела Маги. Второе, думать своей головой. Над чем? Сейчас со стороны Сережи важно работать с тем же, что работает Мурат, но Мурат работает в пределах только типов. А Сергей будет работать в пределах классов, функций, использовать те же строки, да, в данном этапе мы возьмем строки, потом списки, потом начнем их всех вместе смешивать. Но у Сергея кардинально отличается задача. Он сейчас должен ставить конкретные вопросы. Первое, скорость. Нет, первое, это задача. Понимаешь, Сереж, что важно, что я от тебя добиваюсь? Вот ты написал функцию. Ты должен в первую очередь определить четко, что она делает. Что она делает. То есть у функции я тебе предлагаю все-таки идти от классики, и одна функция, одно действие. Теперь дальше идет определение, да, то есть мы должны определиться, каким образом мы это сделаем. То есть какой тип данных применим, какие методы. Но здесь мы уже должны не просто опираться в данном этапе, Сереж, на этапе разработки, мало написать просто. Ты должен учесть, первое, скорость работы, защита кода. Третье, есть лишние действия. Я тебе не зря дал почитать вот эти две статьи, где Линус переписал 12 строк кодов, 4. Если до этого парень там и добавлял, и удалял, то есть куча ненужных действий, которые потом надо отслеживать. Это все идет безопасность. Это все идет потеря времени. И вот эти вещи я хочу, чтобы ты сейчас уделил на это внимание. Именно над этим твоя работа. Тогда новички и Мурат будут смотреть, ага, вот как используются строки. Вот зачем я их изучаю. Но ты это знаешь. И ты, и ребята постарше, они сейчас работают только в этот месяц, только в этом контексте. То есть основная твоя вещь – это определение задачи. И четкое выполнение. И здесь я очень четко сказал минимум первое. Вот это мы, чтобы друг друга понимать, но пока назовем слоем. То есть слой – это кусок кода, да? Кусок кода, но кусок кода конкретному вопросу. Иными словами, вот тут у нас три слоя. Вот это абстрактный класс, вот это класс, вот это функция. Получается три слоя. Почему? Потому что у каждого куска кода разные задачи. Но при этом все эти куски кода работают на этот синий прямоугольник, то есть на основную задачу. Так вот, сейчас, Сереж, ваша задача с другими ребятами, кто будет работать над этим, работать именно вот с этим вот полем. То есть есть функция, есть вопрос. И дальше идет решение. Какие ты должен учитывать вещи? Выбор типа данных. То есть ты сразу размышляешь и описываешь. В зависимости от задачи. Одно дело – это банкомат, другое дело – это что-то другое. Но вопрос. То есть ты выбираешь или строку, или там карте. Это потом попозже, пока мы со строками работаем, да? Но потом, ну, ты меня понял. Дальше. Выбор метода. То есть какие методы ты будешь использовать внутри этой функции? Они будут закрытые, открытые. Они будут использовать какие-то встроенные методы. Либо ты сам будешь писать. Но ты должен все объяснить. Почему? Везде учитывается две вещи. Это безопасность и скорость. Запомни. Скорость выполнения программ, максимальная безопасность – это два важных пункта. И архиважное. Архиважное. Сереж, вот сейчас важно. Услышь меня, пожалуйста. Сделал. Пересматриваешь. Раз. Задаешь тебе вопрос. Задача, функции есть? Есть. Есть выполнение. Так-так-так-так, пошли код, да? Точно ли выполняет? Либо можно применить, укоротить код. Есть ли в этом коде хоть какое-то лишнее действие? Если это есть, значит переписываем код. Переписываем до тех код, пока не будет, как у Линукса. То есть четкое выполнение без ничего лишнего. Но при этом, чтобы тебя сильно не ущемить, там C – это язык процедурный. Здесь Python и Kotlin. То есть не забываем, если нужна проверка if-else, если дальше true-exempt, тоже не забываем. Ну, это как в джанго. Ты посмотришь, что если подзабыл, как в джанго, да, эти вещи. То есть для того, чтобы исключение. По сути дела, при помощи true ты указываешь один четкий путь, да? Либо исключение, если этот путь не прошел, то либо выдать исключение, либо делать первое, второе, третье. Понял, да? То есть про конструкции не забываем. Но в блоке true, вот это, я неправильно произношу, я знаю, но как они произносят, американцы, там, англичане, я не умею. У тебя должно быть вот это решение, и оно должно быть постоянно пересматриваться, пока не будут достигнуты все параметры. И тогда, если вот это вот мы сейчас доработаем, то у нас заполнение конструкции будет верное. Все. Тогда система отработает. Вот именно в этой вещи, я заметил в твоем коде, вот эта проблема. Почему? Раньше об этом не думали. Сейчас надо думать. Это этап разработки. То есть теперь, ребята, школы, кто или кто новички, смотрим. То есть с этими этапами все понятно, ну а с разработкой тоже становятся еще на места. Я тоже только что рассказал. По сути дела, нам надо разобрать конструкции, но разобрать настолько обмусолить, чтобы они снились, чтобы было понятно, чтобы эти конструкции накладывались на объекты мира. Чтобы вы не думали, да, что вот тут я интерфейс, а тут абстрактный класс, а тут я применю. Чтобы это было максимально быстро, чтобы вы размышляли этим. Но это надо помусолить, по-другому не будет. Вот так, ребята, по сути дела, наговорил много, согласен, попытался связать логически. Но моя задача в первую очередь была, по сути дела, направить два, сейчас двоих людей, которые занимаются, и других ребят, которые идут вместе с ними. То есть, что делать Мурату, да, чтобы избежать. Потому что с остановлением тут все более-менее понятно. Там я вижу, что у Сережи проблем нет, он там взял пандас и так далее. А теперь я Мурату написал, чтобы он не думал. И есть другие ребята, да. Вот запись Сергея Осачева 31 марта 2018 года на сайте. Он пришел полный ноль. Так. Сейчас. Пишет в группе, да. Всем привет. Пять месяцев назад я Ubuntu установить не мог. Для меня это было, как собрать какой-нибудь космический аппарат. Но в школе все происходит покруче, побыстрее. Каждый по совету скинулся, все сделано. Программа обучения мне нравится. Все круто. Бери и делай удобное время. Было недоумение, как учить два языка, но как-то взял и начал. Ощущения очень крутые. Словами не опишешь, каждый день что-то новое. Ну, а потом уже через время он писал зачем. Да. Изучал, он все это понял. Ну, я просто здесь некоторые выводы написал, да. Вот подумайте. Я почему говорю? Зачем я вам все это рассказывал? Вот теперь, наверное, когда вы пойдете какие-то курсы, ну, там есть деньги, но сходите на курсы, никто же не запрещает. То вы, по крайней мере, спросите, а что представляет у вас курс? Тебе скажут, ой, у нас мы дадим питон, и ты станешь разработчиком. А вы все подумаете, стоп, а вот, допустим, в становлении, а как, будет ли меня там учить вот подробно ООП, а буду ли я в конструкциях, и оказывается, на это время надо. Тебе скажут, да не вопрос. Поэтому говорю, в школе это проще, потому что, если бы это было индивидуальное обучение, то что это было примерно 300 тысяч в месяц. А это ни одни курсы учить такому не будут, потому что на это нет времени. Курсы все составлены, это начало Python, где и все. Потому что, поймите, нельзя их осуждать, вот они плохие, хорошие. Просто рынок обучения, вот готов платить, это просто тупо зарабатывание денег. Меня же часто приглашают преподавать. Но вы знаете, в чем еще один секрет? Что большинство курсов, допустим, в Белоруссии, да, там руководители не имеют отношения к программированию вообще. Сегодня и таких курсов много. То есть, без разницы, да, они приглашают преподавателей, смотрят, что лучше пошло. То есть так, у курсов сегодня, не знаю, как в России, нет такого вот, чтобы вот взять и привезти. Это сложно. Над этим надо работать, вот как мы в школе, вот по жизни доступ, мы работаем над одной и той же конструкцией. У курсов другое дело, зарабатывать деньги. Может быть, они правы, а я не прав, ребят. Почему? Потому что я же много не зарабатываю, понимаете. Но мне это интересно. Вот. И поехали дальше. Значит, смотрите. Это я сказал, чтобы вы уже начали соображать. Так вот, по крайней мере, у вас появляется что? У вас появляется ведение пути. А ведь ориентиры – это главное. Ведь можно пойти в другую сторону, сказать, а я куда иду там? Допустим, я иду там на Эверест. Он говорит, ты идёшь куда-то. Человек идёт, а совершенно в другую сторону. То есть надо понимать, что этот путь содержит определённые вещи. Но когда… И вот основная мысль, о которой я хотел сказать. Теперь вы понимаете, что на самом деле, чтобы стать разработчиком, это всё становится в ваших руках. То есть теперь вы можете определять, насколько быстро я, допустим, проработаю типы данных, настолько быстро я начну работать с библиотеками, насколько быстро я усвою конструкции. То есть, по сути дела, теперь всё зависит от вас. Потому что сам план понимания, то есть само направление вы понимаете, что надо пройти, чтобы стать разработчиком. И здесь прочитаем, есть некоторые фрагменты, которые многие не учитывают. Вот пишу про Сачева. «Если бы за это время не изучил второй язык, говоришь, 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 закончили функции Python, начинайте Kotlin. Один из десяти начинает. Остальным это не надо. Читаем дальше. «Если бы не изучил ООП, если бы не освоил Linux, если бы не разобрался с серверами, это всё вот за этих вот почти два года. Если бы не разобрался с Жангой, если бы не разобрался с Киви, я бы ещё много написал. То есть на сегодня он бы не понимал на должном уровне паттерна, не мог бы работать с разными языками. Хотя я уверен, что Сергей понял состояние программиста. Нам всегда кажется, что мы мало знаем. Это нормально. Главное, справка работает. Самое важное, я сегодня вижу, чётко работает с поиском ДОКа в пределах конструкции. Так же его оттуда за уши, ну и так далее, и так далее. Почитайте. Иными словами, у Серёжи, я вижу, начался процесс то, что происходит у программиста. Постановка задач, эксперименты. Начал работать с разными языками, перестал их бояться. Начал искать, откуда корни каких-то конструкций в языках растут. То есть начал осмысленно работать. Это всё ведь достижимо, понимаете, ребят? Единственное, что, видите, у меня мало времени. Я столько проговорил, но смог только поверхностно. Вот это я всё постараюсь очень чётко описать именно на новом сайте. Поэтому я переформатировал школу на разработку. Но, с другой стороны, ведь, ребят, я не сказал, что что-то сложного, да, что-то непонятного. Ведь всё состоит из простых вещей. Просто, наконец-то, я надеюсь, что многие из вас увидели, а как реально стать программистом. То есть, что от чего зависит. Хотя, я говорю, что, ну, наверное, даже если бы я сутки рассказывал, то ещё бы всё не рассказал. Но направление есть. Самое важное – быть в группе. И запомните, простые правила. Второй язык – это основа программы школы. Не так, что, ой, буду-не буду. А второй язык, надо себе сказать, это обязательно. Потому что без второго языка в школе – это Котлин. Вы никогда не будете понимать программирование в целом. А как только начинаешь изучать второй язык, во-первых, Котлин – это мобильный рынок, что сегодня обязательно. Во-вторых, вы начинаете работать с двумя языками и на сравнениях, вы начинаете сначала понимать каждый язык по отдельности лучше, а потом начинаете писать абсолютно в любом языке. Почему? Потому что у вас в голове уже откладывается понимание, что языки, в принципе, состоят примерно из одного-того же. Да, по-разному что-то называется, но принцип везде один и тот же. Есть определённые типы данных, есть методы, конструкции какие-то. И вот то, что здесь мы изучаем, ведь это всё применимо к Котлин. Да, отбрасываем множественное наследование, всё остальное, абстрактные классы, интерфейсы, методы, функции класса – всё это мы применяем в языке программирования Котлин. Только лишь отбросив множественное наследование, потому что его просто там нет. Но саму методику мы применяем в любом языке. Понимаете, в чём смысл? То есть, потому что на основе Python это проще объяснить. Всё, ребят, спасибо за доверие. Повторю главную мысль. Я мог многое говорить, но самое главное – это обрести правильные привычки. И, наверное, самое правильное будет сказать – надо быть в группе. В группе. Потому что группа – это постоянно вы варитесь в том, что нужно, и ничего не пропустите. Тогда будет всё работа. Потому что всё я упомянуть сейчас не могу. Спасибо за доверие, всё получится. Ребят, один маленький нюанс. Не дай бог вам думать, что надо приобретать некое мышление программиста. Ребят, каждый из вас от природы уже программист. Вы подумайте, когда выставляете список – это всё программы. Когда вы идёте в магазин, когда вы высчитываете, там нечто вам надо сделать – это всё программы. Единственное, чего вам надо научиться – вы программист. Только взять язык, который есть в программировании, выучить технические методы и понять, как обозвать этими техническими методами, что окружает вас снаружи. Что вы сделаете с этим чайником? Загоните его в строку или в список. И как вы сделаете кофе? При помощи декоратора или миксина. То есть, как только вы это начнёте соображать, то с языком проблем не будет, потому что вы уже программист. Ребята, поймите это. И больше не слушайте никого по-другому. Трёхлетний ребёнок уже тоже программист. Спасибо вам за доверие. Всё получится. Извините за мат. Я не ругаюсь, но иногда без славянских слов не обойти, потому что некоторые были крепкие слова, но я имею в виду, когда вы смотрите на свой код, но это будет всегда, поэтому вы не раз воскликнете. Спасибо вам. До свидания. Спасибо за доверие.